Добрый день, господа! Михаил меня уже представил. Меня зовут Андрей Спирягин. Я действительно занимаюсь искусственным интересом порядка 30 лет. В связи с этим мне хотелось бы поднять несколько проблем, описать несколько проблем рынка, ну и, соответственно, предложить какие-то, может быть, решения данной ситуации. И, наверное, важно сказать, что сегодня наш массовый пользователь, в общем-то, тема, которой занимается моя компания, это предложение программы, которая могла бы управлять биржевыми инвестициями, биржевыми портфелями массового пользователя, причем непрофессионального пользователя. И надо сказать, что сегодня такая, наверное, сложилась ситуация, что консервативный инвестор или массовый пользователь, или просто граждан, да, они не слишком хорошо знают компании лидеров управления инвестициями, не так хорошо знают какие-то частные, какие-то лица в этом отношении у нас в стране. И здесь надо сказать, наверное, пожать мужественную руку организаторам малого капитала, которые взяли на себя мужество. Слово не только своим представителям, но и представителям других компаний рассказать об этом рынке, потому что, в общем-то, бой за рынок, бой за инвестора, он, в общем-то, в России только начинается. Поэтому он такой открытый, Андрей. Поэтому мы... Да, да, да. Именно это я и отмечаю, что бой за инвестора, он только начинается. Конечно, государство здесь в данном случае помогло. За последние три года, по-моему, с два года утроилось. Количество счетов на московской бирже открыты инвесторами. И в данной ситуации, конечно же, наверное, и крупным компаниям, и управляющим компаниям, и брокерским компаниям следует, наверное, тоже объединиться, может быть. И бог его знает, может быть, снять какой-нибудь сериал талантливый с Петровым или с Козловским в главной роли. И, наконец, рассказать о том, что биржевые инвестиции – это и интересно, и доходно, и, в общем-то, на это можно, в конце концов, жить, ну, в конце концов, 40% европейского населения, 60% американского населения инвестировали. Ты знаешь, что такое фондовый рынок. И вот эти вот лица, которые у меня здесь изображены, там, Баффет или Сорос, они известны, ну, огромного количества людей, в том числе и россиянам, в то время как российские управляющие у нас, как правило, неизвестны. И 90% инвестиционных операций производятся все-таки на нашем рынке вручную. Вот Яков поступал до меня и говорил, что где-то порядка одного триллиона управляется с помощью алгоритмов. Я полагаю, что эта цифра значительно выше. Я с трудом себе представляю компанию Vanguard или BlackRock, которая управляет своими, там, 8-ю триллионами BlackRock или Vanguard, аналогично, примерно, с цифрой исключительно вручную. Алгоритмы присутствуют практически 90% международных финансовых компаний. И мы, в общем-то, должны, наверное, стремиться тоже к этому же. Тем более, что если у нас нет так много столетней истории торговли на бирже за спиной, то мы в технологическом плане можем попытаться с западными компаниями конкурировать. Во всяком случае, мы можем попытаться это сделать и повоевать за какого-то консервативного инвестора, которого нам еще, в общем-то, привлекать и привлекать. С 3% хотя бы до 40% мы должны увеличить это все в десятки раз. В связи с этим, поскольку надежда на интеллектуальное решение, в общем-то, есть, поэтому мне хотелось бы сказать, что сами технологические системы, о которых говорится здесь в данной конференции, они достаточно легко просчитываемы, они достаточно легко анализируемы. И если вы не можете понять, как торгуют те или иные ребята в костюмах, которые стоят за брендом ВТБ или Сбербанка, то когда используются машинные технологии, то они действительно верифицируются. И нашим инвесторам вполне, наши инвесторы потенциальные, вполне в состоянии запомнить, кроме одной цифры доходности, там 20, 30, 40 или 60, какую-то вторую цифру, вот тот самый пресловутый коэффициент шарпа, о котором говорил господин Шляпочник. И почему это действительно важно? Потому что когда потенциальный инвестор приходит на рынок, его завлекают большими доходностями, к которым существует довольно большое недоверие у инвесторов. И в данной ситуации, когда он увидит вторую цифру, которая говорит о риске или о низком риске потери капитала или о том, что этот клиент заработает, может быть, не очень большие доходы, 15-20% больше, во всяком случае, чем банковский депозит, но при полной исключенной вероятности потери капитала, или части капитала, это может привлечь консервативных инвесторов на наш рынок достаточно серьезно. Вот, мне кажется, за что следовало бы, наверное, побороться всем нам и крупным компаниям, и небольшим. И вот тот искусственный интеллект, о котором я, наверное, сейчас поподробнее скажу, он, в общем-то, призван тоже внести свою лето в это дело. Какое отличие искусственного интеллекта, наверное, от алгоритмических стратегий или выскочастотных стратегий? Мне кажется, что технические решения, которые алгоритмические стратегии используют, они опираются, как правило, на графики, на маркет-дату. И, в принципе, человек, он не совсем так, профессиональный управляющий не совсем так. Торгует не только с помощью технической информации, но и торгует с помощью макродинамической информации, фундаментальной информации. И те стратегии, которые использует искусственный интеллект, они опираются на эту информацию. Хотя, в общем-то, надо сказать, что это очень ресурсоемкая задача на самом деле. Ее далеко не каждый может себе позволить. И я, во всяком случае, мне приходилось общаться с представителями банка Goldman Sachs, BlackRock или Royal Backroom of Scotland. Колоссальные ресурсы тратятся на то, чтобы построить какую-то удобоваримую модель фондовых рынков мировых для того, чтобы повысить качество управления. И, наверное, сегодня даже нельзя сказать, что ресурсы, которые используются, например, нашими компаниями, при попытке создать какую-то модель искусственного интеллекта, который управлял биржевыми инвестициями, нельзя сказать, что они в состоянии потратить такие большие средства на это. Для примера могу сказать, что мне приходилось принимать участие в разработке искусственного интеллекта шахматного ботвинника, а сам термин искусственный интеллект его предложил Джо Баккартни еще с временем Квинера, который в 40-х годах прошлого века начал разрабатывать программу, которая должна была обыграть чемпиона мира по шахматам. Тем же самым у нас занимался ботвинник в 60-х годах, тоже разрабатывал программу, которая должна была обыграть человека в шахматы. Двигались они примерно параллельно, примерно одинаковыми путями. Оба были недовольны тем, что у них в конце концов получилось. В конце концов, получил в 96-м году суперкомпьютер Deep Blue американский. Он таки обыграл чемпиона мира по шахматам. Больше ничего, кроме как играть в шахматы, он не мог. И поэтому сейчас благополучно стоит в музее и, собственно, ни для чего не используется. Здесь нужно понимать, что сами по себе проблемы мирового финансового рынка значительно сложнее, чем шахматные правила. Если шахматная доска 8 на 8 и 6 типов фигур, то достаточно взять только большую двадцатку наших стран с сотнями параметров экономик, которые внутри рассчитываются, и больше двух сотен стран вообще, которые влияют на мировую экономику, то сама по себе задача достаточно сложная. Вот если по ресурсам поговорить, то та машина, которая была сделана для того, чтобы выиграть шахматы у чемпиона мира, она была из 480, имела 480 процессоров, каждый из которых был в 100 раз производительнее, чем среди процессоров. То есть, условно говоря, 48 тысяч процессоров использовал. Даже если по коэффициенту Morse сейчас это перевести на сегодняшние мощности, для того, чтобы создать такую машину, нужно где-то около полутора тысяч процессоров современных, для того, чтобы создать машину, которая только в шахматы умела выиграть. Как я уже говорил, экономика – это не шахматы. Это все значительно сложнее на самом деле. И к чему я это говорю? Что те люди, которые сегодня, может быть, сейчас в каждом институте учат студентов языку Python и построение нейронных сетей каких-то первичных чат-ботов, и каждый студент, который выходит со студенческой скамьи, считает, что вот он буквально завтра, в крайнем случае послезавтра, напишет какую-то программу, которая будет замечательно работать на фондовом рынке. Нет, не так это все просто. Ни ресурсов не хватит, в общем-то, даже сегодняшних. И это все было опробировано. И, в общем-то, я могу с полной уверенностью это сказать, что здесь подходы должны быть немножечко другие. Вот предыдущее выступление, в котором мне приходилось участвовать, обсуждение, там задавался вопрос, что же такое искусственный интеллект вообще, как таковой. На сегодняшний день искусственный интеллект считается, что искусственный интеллект это нейронные сети и все. Точка. Соответственно, и так, в общем-то, про ты граждане, сейчас я уже для профессионалов говорю, и так, в общем-то, граждане не очень хорошо понимают, что такое нейронные сети. Но искусственный интеллект это не нейронные сети точно. Это, скорее, вот комплекс из упорядоченных больших данных высочайшего качества. Большие данные и вот вообще данные market data имеют очень большое значение для того, чтобы принимать правильные решения. Это комплекс сложных алгоритмов, среди которых нейронные сети, нейросетевые алгоритмы, это, в общем-то, процентов 20-30. На самом деле они тоже являются подможеством всего лишь. Ну и, в общем-то, мощная теоретическая база. Да, там ни один реально серьезный управляющий мировой уровня, он не опирается исключительно на технические графики. Да, обязательно оперирует, в общем-то, макроэкономические параметры. Вот на сегодняшний день, да, с некоторой гордостью могу предложить то, что решение такое, которое могло бы управлять портфелями клиентов, неквалифицированных клиентов, биржевыми инвестициями, оно существует. Хотелось бы, наверное, его тоже предложить в качестве рассмотрения для финансовых институтов, для тех, кто предлагает свои услуги по управлению инвестициями для граждан. И вот, наверное, вот такая вот, так вот она примерно выглядит, система наша, но возвращусь тогда снова к нашему рынку, да, то есть почему так действительно важен коэффициент шарпа, о котором вот проговорил предыдущий докладчик, потому что подобные системы, они дают возможность очень четко оценить риски, которые приобретет тот инвестор, который будет использовать ту или иную систему. Вот, в связи с этим, хотелось бы сказать, что финансово-интеллектуальные системы как раз занимаются разработкой подобных алгоритмов и пожелать, наверное, всему нашему рынку, чтобы мы двигались на завоевание новых, на завоевание консервативного инвестора, чтобы он больше и больше инвестировал в российские ценные бумаги, в российскую экономику. Наверное, мы все очень в этом заинтересованы. Спасибо большое, Андрей. Я думаю, что ты мог бы часами еще продолжать рассказывать о любимом деле, которым занимаешься. Вопрос только один поступил. Полностью ли твоя система построена на ИИ, или все-таки с элементами, предсказала ли она коронакризис? Ну, понятно, что это не коронакризис, но хотя бы там мартовское падение. Я думаю, что читатели, наш слушатель имеет в виду это именно. То есть вот это, можно ли предсказать подобные вещи? Предсказать наличие какой-то инфекции искусственный человек, конечно, еще не может. Поскольку он использует совокупность вообще всех методик, которые, в общем-то, грамотные управляющие используют, то, соответственно, реакция достаточно была быстрая, и никаких убытков там в портфеле не понесли. Также то, что касается кризисов, но дело в том, что кризисы финансовые как таковые, они имеют вполне конкретную природу и структуру, и здесь предсказание идет значительно более раннее, на раннем этапе.